Друзья, приветствую всех! Сегодня у нас очередная задачка. И отгадайте, какой язык? Барабанная дробь! Да, это древнеанглийский, но вот этот знаковый язык мы тоже берем в задачки, но сегодня будет обычная кириллица. Ну и с дополнительными знаками, именно специфичными для древнианглийского. Ну и обычный испанский язык, там тоже расширенные кириллицы используются. Задачки это нулевого тура, то есть даже не первого, достаточно легкие. Я думаю, вы сами сформулируете, что мы будем искать. Но немножко расскажем про историю английского языка и какой все-таки, какому периоду мы будем задачку решать. Вначале были кельты, потом их захватили латиняне и уже англосаксонцы и юты стали править. Вначале поселились, потом стали править. Затем и древние норвежцы высадились на остров Норманы и уже начали осваивать территорию древней Франки, предки французов и какое-то время они существовали вместе. Все греки, итальянцы, латиняне, французы. И затем уже, когда пошло, так скажем, активное осваивание, активное построение английской империи, туда уже вошли все нации. Ну и сейчас мы знаем, что вплоть до того, возможно, рассматривается вопрос, что даже негр может стать главой государства. И серьезное влияние мусульман в этом регионе тоже присутствует. Ну, мусульмане и африканцы, они, в принципе, китайцы, они осваивают хорошо все регионы. Но сегодня не об этом, сегодня вот именно об Англо-Сангсонском периоде. Ну, еще раз повторю. Иммиграция кельтов, романская, захват римлянами, поселение германцев, захват викингами и потом норманами, потом ренессанс, где смещение происходит. И имперский период, когда абсолютное смешение такое универсальное. Сейчас, так мы немножко затронули историю английского языка, сама задачка. Ниже приведены 8 предложений, они будут на следующем слайде, и их переводы на испанский язык, перепутан на порядке. Вот. Кстати, может быть, кто-то говорит из вас по-испански, вам будет легче. Вот такой, такая вот задачка. Такая вот задачка. Я вам ее скопирую в чат, чтобы кто не посмотрел. Ну, и еще и видео. Видео, наверное, не сегодня. Мы бы могли решить. Вот. Задание. Задание достаточно простое, если внимательно изучать, изучать, особенно, если вы знаете испанский. Ну, даже если не знаете испанский, пока не буду делать подсказки. Тут легко догадаться. Легко догадаться. Грамматические структуры достаточно узнаваемы. Вот такое задание на перевод. На перевод. На доревни английский. И на обратный перевод с испанского. Автор задачки Мацуй. Кому интересно, вот столько стран можно вернуть. Столько стран говорят на испанском. И это не предел. Тут еще не указан Техас. Который тоже достаточно большую территорию занимает. И не указан там Филиппины, допустим. То есть, океанские всякие страны. Где тоже активно говорят на испанском. Ну, или на его диалекте. Ну, или на пиджине. На кайорольском языке. Вот. И обратное задание перевести на испанский. На испанский. Так. Давайте мы проверим. Готовность. Угу. В принципе, я описал задание. Мы быстро проскачем. Так. Нет. Не сильно быстро. Сегодня тогда еще расскажу о... Скоро мы его застронули. О фонетике. О фонетике. Вот этого уэссенского диалекта. Антло-саксонского. Древнеанпийского. Как мы видим, много достаточно похожих звуков с английским. Но есть и звуки, которые отличаются. Ну, давайте. Так. Кто-то пришел, да? Я слышу радостное дыхание. Поприветствуем тех, кто пришел. Задавайте свои вопросы. Спасибо. А мы движемся дальше. Если у вас есть вопросы, то, конечно же, задавайте их. Это нормально. Спасибо. Так. Вернемся к нашим барашкам. По древнеанглийскам есть звуки, похожие на свои именные. П, б, м, ф, в, п, в. Ну, то есть парные по звонкости, глухости. С, з. Ч, дж. Давайте разберемся сначала парные. К, г, т, д. И даже есть парные глухие, глухие, которых нет в английском современном. Это, вот, попробуйте. Ну, это такая задачка со звездочкой. Но, если вам интересно, то можете попробовать. Щептать этот звук, кстати, он не был такой, как современный. Он был именно такой, раскатистый. Пощептите этот звук, будто вы шепотом произносите звук р. Звук л тоже произносится шепотом, но он очень звучит необычно. Не просто. Он звучит необычно, очень не похоже на л. Но, тем не менее, языком мы делаем то же самое. Просто не включаем голосовые связки. И, получается, звук проходит с боков языка. Такое шипение получается. Если у вас много слюны во рту, то еще такое шкворчание получается. Вот такой звук интересный. И остальные звуки, ну, и немецкий, как в современном немецком, или в древнем греческом звук, или в русском современном хи. И наш известный очень звук ха-ха-ха. И даже в английском, в древнем английском, был такой звук, как наш ха-ха-ха-ха. И, как в слове а-ра, р-р, его звонкий аналог. Р-р-р. Также был звук. Ну, и последний звук, который есть согласный в системе английского языка. Это н-н-н-н. А, мы еще не разобрали глухой н-н. Тоже там есть. Просто пронесите звук н-н шепотом. И у вас все получится. Но это не обязательно. Это задание со звездочкой, если вы хотите развить свой фонетический диапазон. Также, в плане гласных, он был менее богатым. Менее богатым. Но было разделение, ну, в принципе, в современном английском тоже это разделение есть. По долгой теме. И-и. Нет, наоборот тут долгий. И-и. И-и. Это у нас переднего ряда. Э-э. И самый открытый. А-э. Есть, были звуки неогубленные. О-о-о. При этом заднего ряда. О-о-о. И огубленные. У-у. У-у-у-у. У-у-у-у. И короткий. О. Вот такие звуки. И были даже дифтонги. Дифтонги. Но были необычные дифтонги. Мы привыкли, что дифтон заканчивается либо на-и, либо на-у. Даже и-и уньютируется. А в древле английском эти дифтонги со звуком-и. И-и-и. И-и-и. И такой же. И это уже не дифтонг. А. Ну все равно дифтонг. Но приносится более долго. И-и-и. И-и-и. И то же самое. Э-у. 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 И-и. Э-о-у. 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 Ну и также эти буквы-и. А. Э-а. 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 Теперь давайте попробуем прочитать этот текст, и потом услышим, как его читают уже, ну не носители, но, по крайней мере, специалисты по носителям, по крайней мере, андрейского, которые изучали... ...изучали вот этот именно древний пласт языка. Давайте вначале послушаем, чтобы было интересным. Послушаем. Мы его послушаем. Еще раз удостоверимся, что звук есть. Звук у нас есть, это хорошо. Слушаем. Звук у нас есть. Звук у нас есть. Ну и теперь я прочитаю, если вы захотите, тоже можете вместе со мной читать. Звук у нас есть. 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 Рича Ке веоргдэ Веоргдэ Тин вилла он эргдан Сва-сва он эубонум вон Горэнэ дэй ухам влㅄгам жгак хлак сэлэ zon усту дэй дэй От форви юд, ю, о своре ультас сва, сваве форви ю, ю, ват уром. Юд, ю, 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 ю. Ю, 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 ю. СОВЛИЧЕ. СОВЛИЧЕ. Вот так вот мы справились. Ну и в принципе на этом наше знакомство с древнеанглийским языком заканчивается. Жду ваших ответов в комментариях. И завтра будет следующая задачка, поэтому успеваем приходить. Запланируйте прямо себе время, чтобы всё успеть. Хорошего всем настроения. Желаю бодрогости духа, радости познания и интересных открытий не только в языке, но и в жизни. До скорых встреч. Кстати, давайте мы попрощаемся на древнеанглийском. Мы видим, что тут есть и единственное число и множественное число. Поэтому я прощаюсь с вами во множественном числе. ФАРАД ГЕЗУНДЫ Что означает ИДИ С ДОРОВЫМ. ИДИ С ДОРОВЫМ. ИДИ С ДОРОВЫМ. ИДИ С ДОРОВЫМ. То есть БУДЬТЕ С ДОРОВЫМ. Как русские тоже прощаются. БУДЬ С ДОРОВ. Или ИДИШ. Носитель ИДИШа тоже говорит ЗАГЕЗУНД. ФАРАД ГЕЗУНДЫ. И на этой светлой ноте я заканчиваю. И желаю вам не только на древнеанглийском, но и на других языках. АСТАЛА ВЫСТА. АСТАЛА ПРОНТО. АВЕНДУ. ЗАЙЧЕНЬ. САЙЁУ НАРА. ВЫСТАЛА. БАЙ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok